Первому документу, посвященному правам ребёнка, исполнилось 25 лет. В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН подписала Конвенцию о правах ребёнка. В международном документе были впервые зафиксированы права детей, развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода, нужды и других форм злоупотреблений. В Наринмаре по случаю юбилея прошла региональная конференция. Дети имеют право на особую заботу и помощь, гласит Конвенция о правах ребёнка. Россия входит в число стран, участниц Конвенции с 1993 года. Одна из приоритетных задач государства в этом направлении – охрана прав детей и обеспечение максимальной возможности для их развития. В округе для детей делается очень много, в том числе и реализуется тоже право на отдых, право на учёбу, право на достойное воспитание. Учитываются дети, которые в трудной жизненной ситуации, очень много внимания уделяются, оказывают им помощь. Сегодня в России помощь детям оказывает не только государство. Существуют общественные организации, которым не безразлична дальнейшая судьба ребят. Волонтёрские движения, общественные советы и родительские комитеты помогают детям реализовать себя в полной мере. На сегодняшний день моё поколение ещё было в своём роде брошено в 90-е годы государством. Сегодня ситуация полностью поменялась. И вы, именно здесь, я отношусь, конечно, к учителям и представителям общественности, именно вы занимаетесь тем, какими вырастут наши дети. Мы все знаем, что лучше сегодня заниматься с родителями будущими, чтобы их дети росли лучше. В рамках конвенции подвели итоги окружного конкурса творческих работ «Я и мои права». Он был организован уполномоченным по правам ребёнка и приурочен к 25-летию со дня принятия Конвенции ООН о правах ребёнка. Участие приняли ученики окружных школ, студенты, воспитанники детских школ, искусств и члены молодёжных организаций. Всего на конкурс было представлено 200 работ. Нам хотелось посмотреть, как дети чувствуют какую-либо статью конвенции. Чаще всего дети у нас представляли рисунки, эта номинация самая большая, 165 работ поступило. Вот именно преобладают моё право на семью. То есть всё-таки дети, их благополучие – это благополучие семьи. И наоборот, благополучие смерти – это дети отражают. Будущее зависит от того, какое воспитание и поддержку ребята получат сейчас. 20 ноября пройдёт Всероссийский день правовой помощи детям. В округе получить юридическую консультацию по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений могут как ребята, так и законные представители. Для этого нужно будет прийти в приёмную уполномоченного по правам ребёнка. Также консультацию можно получить по телефону, который вы видите на своих экранах.